но в любом случае я не думаю то что буду выполнять этот квест прямо сейчас потому что уж слишком много квестов мы уже выполнили ух прям заработали чёрт Ну что же, всем привет, дорогие друзья, спамя Рома Северю, мы продолжим играть в группу названий Майкрафтнерси 1.7.10, и как вы помните, профсерия мы остановились на том, что сделали себе просто мега супер крутое открытие под названием Портал Миркрай, но на самом деле я не с этого хотел начать, дело в том, что вы, наверное, заметили то, что уже на протяжении 15-16 дней на моём канале не появлялось ни одного ролика. В общем-то, не было компьютера, я был в другом городе, у меня был ноутбук, который ничего не тянул, и я заранее, прямо перед всеми-всеми-всеми моими зрителями, извиняюсь, простите, пожалуйста, я сейчас буду выпускать серии чуть-чуть почаще, чтобы нагнать прошлые, и, в общем-то, прямо сейчас я нахожусь в деревне Нормана, почему? Дело в том, что я собираюсь сделать то, что собирался сделать ещё 2-3 серии назад, я им расширю местность, чтобы они наконец-то построили дом мне, то есть мой собственный пентхаус, двухэтажный, трёхэтажный, где будет личный шеф-повар, вот, и, в общем-то, я это всё буду делать, конечно же, где-то там, то есть около форта, мы, наверное, накопаем немножечко земли, потому что у меня её попросту нету, и только потом всё это будем расширять. К счастью для меня, для меня уже есть лопата, рупиевая лопата, эффективность 16, поэтому мне ничего не надо будет крафтить, я могу просто пойти и начать что-то делать, то есть копать. Я, опять же, немножечко хочу извиниться за то, что начал эту серию немного резко, наверное, никто ничего не понял, что я сказал, но в любом случае, что я собираюсь делать? Накопать земли и расширить местность, всё. Ну вот как-то так получилось, если мы посмотрим на карту, то мы увидим действительно огромную площадку для строительства, и я надеюсь-то, что они ей воспользуются, то есть я сверил с картой, которая находится у них, здесь всё это дело охватывается, и я надеюсь, что после того, как мы поспим, они выйдут из зоны комфорта и, наконец-то, будут хоть что-то строить, поэтому мы идём спать и проверяем. Ну что, жители, я надеюсь, что вы поняли, что вам пора хоть что-то здесь начать строить, но... А? Где ваш строитель? Пожалуйста, вам хоть что-то нужно построить, ну пожалуйста. Нет, в принципе, я пойму, если у вас уже что-то улучшается, поэтому строитель занят, но... Если строитель не занят, то какого чёрта он сюда не идёт, а? Я же сейчас как возьму и проверю, ммм? А, вот оно что, они, оказывается, коровник строят, поэтому им не хватает пространства. Да, это, в принципе, понятно, потому что коровник – дело, ну, довольно-таки огромное, то есть он занимает огромную площадь, и вот этого будет недостаточно. Им нужно больше. Чёрт подери, неужели вам действительно нужен этот коровник? Хотя, стоп, он нужен мне, мне нужна халявная кожа. О, господи, да, наконец-то, спустя вот такую огромную площадь, которую я разровнял, то есть смотрите, сколько у меня песка, наконец-то они начали что-то строить. Спасибо вам большое то, что не заставили себя ждать целый год. Всего-то годика половину, наверное. Ладно, в любом случае прошло очень много времени, я дико устал, уже, наверное, минут 10-15 я всё это копал и ставил и ставил и копал, то есть я уже просто ничем не хочу заниматься, но, как вы понимаете, придётся. Давайте хотя бы наведаемся в шахту, посмотрим, что там изменилось. Если честно, сейчас я чуть не обкакался, когда увидел это существо, вы только посмотрите. О, господи, какой же он страшный. Блин, на самом деле он реально пострашнее, чем обычный циклоп, он прям какой-то ужасающий, он нагоняет страх и немножечко даже тоску, учитывая то, что мы в шахте, то есть здесь больше никого, кроме нас, нету, и он немножечко приближается ко мне, поэтому умри. Да, всё, ты мне надоел. И с него, чёрт подери, выпал реалмид, целых 6 штук, неплохо, неплохо для начала, но, как вы видите, никаких карателей, никаких шипохвостиков нету, и, а, это темнота, господи, мне уж показалось, что кто-то там стоит, и поэтому мы просто идём отсюда. Я тут шёл и немного подумал, наверное, стоит ещё немного разровнять вот эту вот местность, то есть, наверное, половину вот этого озера, надо вот так вот всё обделать землёй. Я это дело буду делать, наверное, через серии так одну, через две, потому что сейчас мне попросту лень, да и к тому же у них уже появилось место на то, чтобы построить, скорее всего, мне и дом, и коровник, и бла-бла-бла, чё-то там ещё. Пока я досюда бежал, я вот что сделал, я купил ещё один дом у главного, и, по идее, у меня теперь возрастает шанс того, что они мне построят какой-нибудь шикарный пентхаус. То, что начинается ночь, меня не особо радует, потому что она уже пошла спать. Нееет! Ну, капец, не встать, снова нужно идти спать, меня прям это уже раздражает. А у меня для вас сюрприз, вы только посмотрите, кого я нашёл, это чёрт, подери, шипохвостики! Стоп, 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 ты можешь отсюда выйти? Да, вроде как не может. Мне, вроде как, осталось накопить ещё 19 или сколько-то там надо шардов, и я смогу вызвать босса. Меня очень раздражает то, что шипохвостики очень громкие, вот просто капец, не встать, серьёзно. Я их начинаю бить, и вы только вслушайтесь. Это, это реально невозможно не услышать, они очень громкие, их никак нельзя убавить, то есть в настройках нет такого шипохвостики, минус. То есть здесь нужно постоянно слушать всё это. Да ладно, чуваки, вы только посмотрите, я пока убивал этих двоих, тут ещё и третий заспавнился, и с него выпало какие-то зелёные слитки непонятные, я не помню, что это. Орлимитовый слиток, это, по-моему, довольно-таки редкий слиток. 13 повреждённых осколков, это получается у меня уже 21, это получается осталось накопить всего лишь 6, и я смогу сразиться с супер-боссом. Да, действительно, целый 21 повреждённый осколок, чёрт, подери, осталось всего лишь 2 шипохвостиков, убить, и у меня наконец-то появится ещё 6, а это означает то, что я наконец-то сделаю себе мистические часы. Мне нужно наконец-то готовиться к тому, чтобы сразиться с этим боссом. Как мы будем это делать? Конечно же, с помощью огромного количества блоков. Мы сделаем огромную арену, мы как-нибудь постараемся зажать этого босса, и будем бить его с помощью нашего гренландского якоря. Коровник уже практически построен, это очень сильно радует, и в принципе здесь ещё огромное количество места, поэтому в принципе здесь могут даже уместить мой домик, но не об этом сейчас. На самом деле я уже очень-очень-очень долго хочу к Гуру сходить, и посмотреть, какие у него вообще есть задания. То есть мы телепортируемся, нажимаем на него, кстати, где ты, вот он, и смотрим, какие у тебя есть квесты. Итак, Лолошка, ты принёс мне зачарованный меч? Эммм, точно. Где мне его достать? Короче говоря, я тупица полнейший. Этот квест можно было выполнить ещё тогда, когда я его только-только взял. Оказывается, зачарованный меч, это обычный зачарованный меч, вы даже не представляете. То есть можно взять обычный каменный меч, зачаровать его на первый уровень, тадам, это будет зачарованный меч. То есть берём обычный каменный меч, суём в зачаровальню, и получаем, например, вот такой вот. Острота 1. Теперь телепортируемся обратно к Садху, и по идее, если мне не изменяет гугл, и вообще всякие вики, мы сдадим это. Ну-ка, эээ, почему я не могу этого сделать? Да, чёрт подери, мы сделали этот квест, потому что здесь больше ничего не требуется. Продолжить. Что за силы в тебе, если ты не просил о магическом оружии богов, а сковал его сам? Твоё врождённое знание этого мира пугает меня, лол-ложка. Иногда я сомневаюсь, что ты просто человек. Покинь меня. Я должен помолиться для наставления. Следующий квест. Страх и знание. Прости меня, друг мой. Я не хотел высылать на тебя гонения так грубо, особенно после всего того, что ты сделал. Я не должен был позволить своему страху переселить мой разум. Я должен понять твои силы, а не бояться их. Покажешь ли ты, как ты создал тот меч, что у тебя? Принять. Показать стол зачарования? Серьёзно? То есть мне просто нужно принести столик? Окей, без проблем. Ну что, мудрец, вот твой столик, держи. И всё же, как вы совершили это деяние, что достойно бога? Вы ещё не выполнили все условия. Что? Подожди-ка. Мне перед тобой нужно всё это дело поставить или что? Ээээ, я думал тебе просто эту штуку надо принести. Так, ладно, я немного в недоумении. Я просто не знаю, как это всё выполнить, поэтому я что сейчас делаю? Я прямо перед ним, прямо перед ним, возьму и зачарую новый меч. Вот он, новый меч, 5 урона, урон в ближнем бою 6. Мы его просто берём и прямо перед ним начинаем это всё зачаровывать. Ну-кась-накась, острота 1 снова получилась. И показать стол зачарования. Ты издеваешься надо мной? Я, конечно, не специалист, но прочитав немножечко Вики, я понял то, что ему нужен книжный блок. Офигеть, не встать. То есть мы просто берём, создаём сейчас книжный блок, приносим к нему, ставим около того самого зачаровательного столика. Столик я, кстати говоря, недаром принёс, то есть он тоже понадобится. И просто это всё надо поставить и, наверное, снова зачаровать. Но на самом деле на Вике этого не было сказано. То есть, наверное, просто поставить и таким образом он как-то наполнится знаниями. Так, окей, вот так вот поставим и... Да, я могу! Или нет, не могу. Показать стол зачарования. Да вот оно, ну вот же он! Ох, я, я, короче, не знаю. Там на Вике было сказано то, что нужно принести это и это. И всё. Я не знаю теперь, как выполнить этот квест. Наконец-то, чёрт подери, я заставил этого грёбаного садку хоть что-то мне сказать. Стол из обсидиана и алмазов. Книги, полные словами, что ты не можешь расшифровать. Энергия собрана из мёртвых демонов. И ты, естественно, знаешь, как заставить всё это работать. Будто инстинктивно. Кто-то направляет тебе лоу-ложка. Бог или король демонов, я не могу сказать. Я выполнил этот квест! Еее, исследование гор, что там тебе снова нужно? Я должен изучить стол, что ты создал, и попытаться понять, как он работает. Пока я это делаю, тебе необходимо совершить последнее исследование, лоу-ложка. Я прошу тебя изучить ближайшие горы. В моих медитациях я почти вижу картину мироздания. Почти. У меня нет сомнений, что к твоему возвращению я пойму, что за силой ты обладаешь. Да чёрт подери, я никакой силой не обладаю, ты чё, я обычный майнкрафтер. Обычный. Так, вот у меня сейчас новый вопрос возник. Мне нужно этот столик забирать или же нет? Я, наверное, пока что его оставлю здесь, я, в принципе, ничего не собираюсь зачаровывать. Поэтому, окей, садхуй, не знаю, изучай как-нибудь это всё, а я пойду. Мне нужно изучить ближайшие горы. Я не знаю, на самом деле, какие именно горы, но я думаю, что мы как-нибудь найдём, как-нибудь процентики сами попадутся, и я потом начну всё это дело изучать, 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 и в итоге достигнем 100%. Опять же, прочитал всё это дело на Вики и узнал то, что горы это Extreme Hills. И прямо сейчас мы, по идее, находимся на... Непонятно чё... А, Roofed Forest. Окей, нам надо, наверное, подняться на вот эту вот гору, и это как раз таки и будет тот самый Extreme Hills. Да? А? Нет, это всё ещё лес. Окей, где-то надо найти горы. Но, в любом случае, я не думаю, что буду выполнять этот квест прямо сейчас, потому что уж слишком много квестов мы уже выполнили. Ух, прям заработалиииииии, чёрт, кажи. Я лучше как нормальный Майнкрафтерс, бегаю в шахту, и посмотрю, заспавнился или ещё какой-нибудь каратель, там, шипохвостик, ээээээ, понятно, никого,ну и ладно. Последние штрихи, и в скором времени домик будет построен. Смотрите, она что-то сейчас пишет, то есть она только поставила эту табличку, и, о, строит, 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 она ещё что-то ставит, факелы, это последние штрихи, я прекрасно знаю то, что у домов, Если строитель ставит факелы и таблички, это последние штрихи. Ладно, в принципе, пока она это всё ставит, я сейчас быстренько проверю, что ей ещё понадобится для того, чтобы сделать тебе следующую постройку. Видите, постройка 99%. Я дико надеюсь, что следующий проект будет мой дом. Я уже наконец-то хочу хоть где-то жить. Нееееет! Ну серьёзно! Следующий проект это улучшение коровника. Ты издеваешься надо мной? Ты издеваешься? Я прекрасно знаю, что это не ты, но ты слишком похожа на ту девушку. Ну господи, ну пожалуйста, ну почему вы сразу не могли построить себе улучшенный коровник? Ну пожалуйста, ну не начинай. Ну сделай себе нормальный домик. В смысле, мне нормальный домик. Ох, господи, какие же вы долгие норманы. Вот прям не хочется уже с вами иметь дело. Пойди, всё есть. Могли бы уже давно построить мне нормальные домики, которые я заказал. Но неееет, надо улучшить коровник, ведь коровник это жизнь. Ну в принципе, в какой-то степени да, потому что коровы мне нужны. То есть там есть кожа и кожа и кожа. Вот всё, что мне нужно. Я сейчас немножечко подумал и понял, что у меня сейчас есть 4 цели. Во-первых, построить мне дом. Во-вторых, выполнить задание Садху. В-третьем, убить босса. Ну на самом деле сначала надо накопить повреждённые осколки. И в-четвёртых, нужно наконец-то активировать портал. Я, наверное, буду выполнять, как обычно, всего лишь по 2. И на данный момент наступила ночь. Я вышел на охоту за эндерменами, потому что, как-никак, об этом тоже не стоит забывать. И, о, чёрт подери, походу мне неплохо повезло, потому что здесь заспавнилось сразу 3 эндермена. О, господи, мне так никогда не везло. Идите ко мне, мои малюсенькие. Ещё эти грёбаные яростные зомби здесь появляются. Вы издеваетесь надо мной? В жопу идите, пожалуйста. Вы мне сейчас вообще не нужны. Так, а теперь эндермены. Опа, опа. Да, я думаю, что вас я быстренько убью, и 1 эндерперл уже есть. Осталось накопить, получается, 10, потому что у меня уже был 1. И... Где ты? Иди ко мне. Так, отлично, отлично, ещё одна эндерперленька. Замечательно. Вот видите, тут кто-то спавнится, какого чёрта. И... Да, 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 чёрт подери. Выпала ещё одна. Получается, у меня уже 4 жемчука эндера, и мне осталось накопить всего лишь 7. О, господи, это же быстро. Я накопил свою двухсерийную норму. Вы представляете, да? То есть, целых 3 жемчуга эндера я обычно коплю, ну, полторы серии. Две, полторы серии. А тут всего лишь за мгновение, скажем так. Вот это мне повезло. Может быть, мне сейчас попадётся ещё парочку эндерменов. Кстати говоря, всегда было интересно, какая защита у Джекомена. Шлем скелета без защиты, бесконечное применение, умение при полном наборе. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ой, да ладно, восстановление сытости. Вот это да. А, вот это да, по ножи скелета, ботинки скелета. Шлем Джекомена. Мы можем наносить в 3 раза больше урона. Мы можем полностью одеться, но у нас защиты не прибавится. Вот это дурацкая, конечно, броня. Но, по крайней мере, умения какие-то даёт. Подожди, 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 чё у тебя ещё есть? Кирасу увядшего жнеца. Тоже без защиты и умение при полном наборе. Визор протекшн. То есть, по идее, нас не будет касать иссушение. То есть, даже какие-то там иссушающие скелеты, сам иссушитель. Ничего подобного. Но для этого понадобится черепа скелета иссушителя. Охренеть. Ого, а вот это интересно. Коса, урон в дальнем бою. 6 бесконечные припасы, бесконечное применение. И 6, серьёзно. 60 только эндера, которых бы мне, конечно, всего лишь 12. И 6 черепов скелета нужно. Не, ну в принципе интересно, да? О, 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 о. А чё так много зомби? Здравствуйте. Вы чё, решили напасть на бедного, миленького фермера? Идите в жопу. Бедненький фермер, как у тебя дела-то? Как ты поживаешь? Чё у тебя продаётся? Я уже сам забыл, на самом деле. А, точно, у тебя яйца продаётся. Блин, ну так-то это круто. Я не думал, что здесь именно питомцы. Я просто в прошлый раз видел, что он какие-то яйца продаёт. Но я не придал этому большого значения. Я подумал, какие-то яйца, ты чё, вообще что ли с дуба рухнул? А оказывается, это питомцы. Наступает утро, все просыпаются, а мы сейчас идём создавать око-эндера. Мы сейчас берём одну эндер-перлу, которая находится, по идее, вот здесь вот. И далее соединяем это с двумя стержнями эфрита. И чёрт подери, мы можем прямо сейчас, на самом деле, добавить эти око-эндера к тому порталу, чтобы, знаете, ну, чтобы они у меня когда-то там не выпали или так далее. Дело в том, что я играю без гейм-рулки Пинвентри, при смерти у меня вещи выпадают, поэтому за эти око-эндера, наверное, стоит немножечко, ну, побороться, да? То есть я лучше всего сразу их сейчас поставлю вот здесь вот. Я просто не помню, где находится этот портал. Я тут где-то опознавательный знак поставил, но вот только я не помню... А, вот же он, приветики-омлетики! Ну что ж, давай будем копать под тебя. И, по идее, я сейчас не должен упасть в лаву, потому что я всё чётко рассчитал. Я вообще молодец, да? И, по идее, я реально не упаду в лаву, я просто поставлю и уйду. Я ничего не вижу, я где там вообще? Фух, в лаву не упал, и то хорошо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Всего лишь семь око-эндера осталось, и я, наконец-то, смогу себе создать собственного кексика. Если вы не знаете, то после смерти дракона выпадает с него яйцо. Так вот, у меня установлен мод, который позволяет сделать себе собственного прирученного дракона, да? То есть он будет летать вместе с тобой, возить тебя на спине. Мы, на самом деле, это уже практиковали в прошлом сезоне, в позапрошлом и так далее. Наш дракон называется Кексик, если кто не знает, если кто тут новичок. Поэтому, в общем-то, в скором времени у нас появится снова этот дракон. Без него никуда, как и без персика, кстати, где он? Что-то мне подсказывает, что этот персик сейчас в аду, но, как вы понимаете, время я не буду ваше тратить. Я просто сейчас посмотрю, что нам надо для того, чтобы построить себе следующее здание. И я сейчас подойду. Ну что ж. О, да, да. Тихо, 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 тихо. Да, 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 да. Они мне строят собственное здание. Пи-пи-пяти террейн. Пи-пяти террейн. Да, это моё здание. Вот только мне нужно перезайти, потому что я сейчас подойду. Ложка. Вот сейчас мы перезайдём. Давай, давай, одиночная игра от зимы до зимы. О, божечки, кошечки. 13 метров на юг. Подождите, это же очень близко. Где это находится? Ну-ка, покажите мне, покажите. Ой, как тут всё ещё не прогрузилось. Это находится прямо-таки за этим зданием. Это мой дом. Это мой дом. Это, чёрт подери, моё здание. Покажите мне. Где? Эээ, здесь оно где-то будет строиться. Окей. Дом прямо около главного здания. По-моему, неплохо, да? То есть, и самое главное, посередине. То есть, я захочу пойти туда, мне недалеко. Я захочу пойти туда, мне недалеко. Я захочу пойти туда, то есть, вернуться. Мне недалеко, чёрт подери. И, в общем-то, наверное, серия понемножечку будет сейчас подходить к концу. Но единственное, что я сейчас хочу сделать, это, наверное, пойти в шахту и посмотреть. Ааааа, не повезло мне, блин, ни одного карателя не заспавнилось. Ну ладно, в принципе, я не буду унывать, потому что у нас есть ещё следующая серия, и позаследующая серия, и позапозаследующая серия. То есть у нас ещё много серий на то, чтобы убить этого босса. У нас пока что хватает целей. Как вы понимаете, пока я не выполню эти цели, у нас есть чем заняться, да. И, что? Почему ты пришёл к этой свинье? И он идёт к следующей свинье? Что ты здесь забыл? Твоя свиноферма находится вообще там. Ну ладно, окей. В общем-то, как вы понимаете, я заканчиваю на этом серию. Надеюсь, то, что она вам понравилась. Мне она, ну, ну, скажем так, она понравилась. Но я прекрасно понимаю то, что в этой серии я сделал очень мало. В какой-то степени это всего лишь начало чего-то грандиозного, да. То есть я прекрасно понимаю то, что в скором времени мы накопим ещё шесть этих осколков. И я, наконец-то, убью грандиозного босса. В то же время, совсем немного подождать, и у меня появится собственный дом. То есть, в принципе, эта серия это всего лишь начало чего-то грандиозного в будущем. Поэтому на эту серию нельзя, наверное, смотреть как-то косо. Ладно, в общем, не буду заговаривать себя и вас. Я просто скажу спасибо огромное за просмотр. Надеюсь, то, что вы не забудете поставить лайк, потому что благодаря вашим лайкам появляется мотивация выкладывать и снимать серии намного чаще и быстрее. И, в общем-то, если вы здесь впервые, то можете подписаться на канал, поставить лайк, позвать друзей. А с вами был Ложка и эти две свиньи. Всем удачи, всем пока, пока-пока-пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok